Здравствуйте, друзья меломаны, аудиофилы и просто кто ищет свой звук. Поскольку очень мало информации про дискретные операционные усилители, я решил записать данный ролик и поделиться своим опытом использования и впечатлениями. Итак, начну сначала. В течение времени, перечитав кучу статей и гороформов, я собрал коллекцию самых популярных, а главное оригинальных операционных усилителей и усвоил одну истину. Звук получается полноценным, если использовать полевые и биполярные операционники совместно. То есть, если в преобразователь ток напряжения стоит полевой операционник, то в фильтр желательно ставить биполярный и наоборот. Это я прочитал давно в одной статье и после множества экспериментов полностью согласен с автором. Итак, после последней покупки ЦАПа на Сабре-9018 с операционниками Мусос-8920 и АД-797, я успокоился со своими экспериментами на длительное время, так как звук меня вполне устраивал по всем параметрам. Все началось с Ютуба. Комментируя один из роликов по хай-фай тематике, я совершенно случайно списался с человеком с ником Артур Граб, который рассказал мне о своем опыте использования дискретных операционников, а именно Берсон и HD-AM от Маранса. Он был весьма доволен звучанием данных девайсов в фильтре своего ЦАПа. В принципе, я и раньше слышал про дискретные операционные усилители, но в основном эта информация касалась предварительных усилений усилителей мощности, а также, что эту технологию довела до совершенства и часто использует компания Маранс. Меня эта тема заинтересовала, и я начал искать в интернете любую информацию. Статьи, форумы, отзывы. Но по существу оказалось, что информации очень мало. На форумах в основном негативные отзывы, хотя без нормального объяснения и конкретного опыта использована. Я так понимаю, люди, которые пишут негативные отзывы, даже в глаза их не видели. Итак, в поисках информации я натыкаюсь на видео на Ютубе человека с ником Алекс Якова, или Джакова. Надеюсь, я правильно произнес его ник. Он в своем видео делает сравнение обычных операционников, кстати, таких же, как у меня, Мусос 8920 и АТ-797, и дискретного HDAM в фильтре своего ЦАПа на ЕС-9038ПРО. Кстати, у Алекса был неплохой отзыв по нему, но учитывая свой скромный опыт экспериментов, лучшие результаты получаются при использовании двух видов операционных усилителей. Это биполяры совместно с полевыми. Так начались мои поиски дискретных биполяров. Нашел много на Алиэкспресс и уже хотел делать заказ. Как вдруг случайно натыкаясь на объявление в Авито о продаже дискретных операционных усилителей. Зайдя в профиль продавца, это не реклама, кстати. Профиль называется Op.AMP.Audio. Понимаю, что человек занимается именно ими. Списавшись с продавцом, зовут его, кстати, Максим, я спросил, куда лучше их ставить, в преобразователь или фильтр. Он ответил, что можно ставить везде, но лучший результат они дают в фильтре. Рассказав, что у меня стоят операционные усилители Мусос 8920 и Ат 797, он посоветовал мне модель Foxlab SH04S. Это биполярный, одноканальный, дискретный операционный усилитель. В итоге, после моей оплаты, он незамедлительно выслал их в мой город. Итак, получив Foxlab, ставлю их в фильтр низкой частоты в своем цепи, вместо Ат 797. И приступаю к тестированию звучания. Кстати, немного поясню. Звучание ЦАПа, усилителя или акустики лучше проверять на разных жанрах. К примеру, на роке я проверяю быстродействие атаки на панче и струнных. На электронных композициях басовую составляющую. А на медленных инструментальных композициях ровность тонального баланса. Если во всех трех жанрах меня устраивает звучание, значит, это и есть тот самый лучший звук. В нескольких словах опишу звучание стоковых операционников, которые долгое время меня радовали своим звучанием. Это Мюсс 8920 и Ат 797. Они имеют тонально ровный светлый звук. Хорошо прорабатывают струнные. Неплохая атака на ударных. Бас не глубокий, но его хватает. Очень хороший объем и ощущение пространства. Что получил я в итоге от использования дискретных операционников Фокслаб и Мюсс 8920. Очень детализированный, прозрачный, сбалансированный звук. Много воздуха, расширенное стерео. Струнные звучат потрясающе, особенно бас-гитары. Четко, резко, мощно. Панч на ударах хлесткий. Жира на басах не прибавилось, он гипертрофировался. Но он стал четче и плотнее. По высоким частотам разницы я не заметил. Звучание осталось вроде прежним. Детальным, в меру резким, не раздражающим. По итогу я остался очень доволен. В ближайшем будущем собираюсь купить себе HDIM от Marantz и поставить его в преобразователь. В общем, не делайте поспешных выводов под ним только форумом. Читайте больше отзывов, смотрите видео и фильтруйте. В интернете очень много необъективной информации и мусора. А не сказал вам про свою аудиосистему. Усилитель у меня PIONEER A717, а акустика Алексея Александрова AVA8851. Как-нибудь сниму и про нее обзор. Ну а теперь перейдем к тесту аудиозаписи. Заранее хочу сказать, что я прекрасно понимаю, что данная запись не передаст тот звук, который слышу я. Тем более, я снимаю на смартфон, и он сильно обрезает и упрощает все частоты. Но примерное представление о звуке понять можно. Так что выключаем все тембр-блоки, одеваем хорошие наушники и слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok